И всем привет, ребят! С вами Сервак и с вами записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен нашему новому ивенту. И сегодня мы вместе с вами разберем всю полезную информацию, которая у нас имеется вокруг него. Поделюсь своими мыслями, лайфхаками и вещами, которые вам могут помочь в рамках этого ивента. Ну и заодно покажу вам, за какую фракцию я попал, потому что в рамках первого видоса с этим ивентом у меня даже не было возможности посмотреть, в какую команду я попал по итогу. Если вы ждали этот видос, то обязательно не забывайте поддерживать данный видеоролик лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого настройка игры в аккаунте и установить символичный такт, тактимпэ. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что же касаемо этого ивента, чтобы залутать призы, ну либо большее количество призов, вам нужно оказаться как раз-таки в той фракции, которая победит. В моем случае я попался в команду шрифт, которая как раз-таки и выигрывает на протяжении этого ивента. Но пока что это еще, ну, наверное, только 70% шанса того, что ничего у нас в этом плане не поименяется. По сути, у нас еще целых 21,5 дней остается до конца этого ивента. И в теории еще есть шанс, что может начать выигрывать другая фракция. В этом случае ваша задача пока что только лишь следить за ивентом. Да, если вы так же самое попались, например, в другую фракцию, вы попались, например, в бандитов. И вы хотите залутать вот эти вот самые заветные призы, главные призы ивента. Это Хантера, Фриз, Легаси плюс Фриз, Пульсар. В моем случае я акцентирован именно на Фриз, Пульсар, потому что я понимаю, насколько сильно это устройство. И если вы вдруг еще не видели, то на канале уже видос вчера. Я, вернее, на момент выхода, не знаю, какой-то день, но в любом случае уже вышел видос. Поэтому можете тоже посмотреть. Очень крутое, очень сильное устройство. И поэтому, и поэтому, чтобы еще дополнительно лутать личный зачет, да, потому что у нас есть целых 24 еще дополнительных заданки. Ваши задачи являются следующими. Вы видите, что вот я, например, уже выполнил две заданки. Сегодня выполню еще одну заданку. Но самое главное, это не забирать эти призы до того момента, пока вы будете на 100% уверены в том, что именно та фракция, за которую вы попались, выиграет в этом ивенте. Потому что если вы заберете сейчас эти заданки с патронами, то новые заданки у вас уже не появятся. Да, то есть я, например, заберу задание, потом увижу, что моя фракция проигрывает и захочу перейти за ту фракцию, которая выигрывает. Да, мой личный зачет полностью обнулится. И, соответственно, я те халявные 24 заданки уже с патронами просто, грубо говоря, в пустоту спущу. Да, то есть я уже за них ничего абсолютно не получу. Поэтому мой вам совет. До, ну хотя бы середины этого ивента, да, до того момента, пока останется где-то, ну дней 10 хотя бы, да. То есть можно будет уже четко предположить, какая из этих фракций выиграет. Да, потому что сейчас отрыв 6%, да, 6%. Это уже неплохой отрыв. Но все равно, если, например, там условно 100 человек перейдет, да, по каким-то причинам за другую сторону, и у них будет большое количество патронов, то эта ситуация может еще и измениться. Соответственно, вы занимаете позицию ожидания, выполняете заданки, но не забираете их. Не забираете, чтобы как можно больше дополнительных призов получить с личного зачета. То есть за 24 патрона у вас есть возможность забрать поджигающие боеголовки. Ну и плюс тут количество хороших припасов. Плюс драйвер на хантер, да. Я считаю, что, ну еще и контейнеры тут есть, да. Я считаю, что за, а, даже не 14, получается, еще здесь есть, да. И еще 45, 45 обычных контейнеров можно золотать, да, плюс припасов. Довольно хорошее количество. То есть в целом, как ивент, который можно пройти без дополнительных вложений, да. То есть, например, просто купить сначала спецуху за 700 танкоинов, набить все заданки 24 и получить за это устройства новые, да. Получить драйвер на корпус, получить контейнеры, получить командный зачет. Я считаю, что это очень выгодно, да. Это очень выгодно. Но, в лучшем случае, в лучшем случае, вам придется потратить 700 танкоинов. В худшем случае, если вам надо будет еще сменить фракцию, тогда вам нужно будет потратить 1400 танкоинов, да. Потому что перебежчик у нас стоит 700 танкоинов. И если вы несколько раз его используете, то там цена уже начинает увеличиваться. То первая смена будет всегда стоить 700. Поэтому вы просто занимаете режим ожидания и дожидаетесь того момента, когда вы будете 100% уверены. Я думаю, что я даже сам запишу видос, когда уже начну покупать патроны. Лайки у нас на предыдущем видеоролике не добрались. Я говорил, что если соточка у нас, каждая соточка будет равняться 5 купленным патронам. Но у нас лайкозавров не было. Может быть, да, это в видосе будет лайкозавров, чтобы я сразу же на следующем видосе уже тушеночку дал с закупкой и с полной формилочкой этого ивента. Все-таки, ну, я попался за ту фракцию, которая еще и выигрывает. Мне тут, можно так сказать, повезло. Плюс я еще и на втором аккаунте буду тоже покупать этот ивент. Потому что я считаю, что такое устройство, как Фрис Пульсар, ну, лично мне хотелось бы очень сильно получить. То есть, я считаю, что это реально то, чего стоит. И, по сути, этот ивент может быть по призам даже лучше, чем... Да даже не может быть лучше, а лучше, чем предыдущий танкофонд. То есть, вот с этого ивента можно заработать больше призов, чем с предыдущего танкофода. И при этом еще и потратить, если вам повезет, всего лишь 700 танкоинов. То есть, на танкофонде минимум 1000 надо тратить, а здесь можно потратить 700. И дальше с халявных выполнить заданки, получить новые устройства, получить Фриса Пульсар. Ну, а если у вас есть кристаллы, то, например, купить до 45 уровня, чтобы получить скин-контейнер. Там надо потратить, если я ошибаюсь, около 2 миллионов. И вообще шикарно, да? То есть, 2 миллиона плюс 700 танкоинов равно плюс 3 новых... Нет, подождите, 2 драйвера, да? 2 драйвера, 2 устройства, скин-контейнер и плюс еще Пульсар на Фрис и Хантера Фрис Легос. То есть, если у вас всего этого нет, то я считаю, что это даже призы лучше, чем с танкофона будут. Но ко всему этому надо подходить с головой, да? Не торопиться никуда, да? Вот не делать, как, например, сделал Димасик, сын, да? Он взял, купил 56 пуль, да? А какой смысл от этих 56 пуль, если твоя фракция проигрывает? То есть, ему придется менять фракцию, да? Скорее всего, потому что она будет проигрывать. Чтобы получить фриза Пульсара, он хочет получить фриза Пульсар, и по итогу все его патроны просто с личного зачета сотрутся в ноль, и ему нужно будет либо их заново покупать, ну, либо же уже не покупать и просто забирать фриза. То есть, он слил безумно большое количество кристаллов просто в молоко. И я это говорю, исходя из своего личного опыта, потому что в предыдущем похожем ивете, когда были иммунитеты против зомби, да, здесь шерифы против бандитов, а были иммунитеты против зомби, я тоже потратил безумно большое количество кристаллов, а потом просто поменял сторону и весь мой личный зачет просто улетел в молоко. И по итогу, вместо того, чтобы слить 3 миллиона кристаллов, я на том, вы видите, слил 6 миллионов кристаллов, то есть я слил в 2 раза больше, потому что тоже переходил и все у меня слетело. Поэтому сейчас у меня уже есть опыт, которым я могу поделиться с вами и просто берете режимчик ожидания и ждете, пока вы будете до 100% уверены в том, что ваша фракция выиграет, да. Если попасть за шерифов, то уже можете вообще, ну, наверное, немножко так подраслабить булки, да, и просто посмотреть за этим ивентом 10 дней. Ну, а если за бандитов, то тогда, если ничего не поменяется, вам нужно будет просто там условно через 10 дней сменить сторону и дальше уже выполнить все заданки, забрать призы, ну, а если есть кристаллы, то потратить еще дополнительные кристаллы и получить безумно большое количество крутых наград. Я считаю, что в этом плане это очень достойный ивент, хоть и многие ребята говорят о том, что это типа невыгодные вложения и типа это супердорого, но если так поразмыслить, подумать, то как по мне этот ивент лучше только фонда. Реально, да, то есть если ты за 700 танкоинов плюс там 2 миллиона кристаллов получаешь такое безумно большое количество дополнительных наград, я считаю, что это очень и очень вкусненько. Пишите, что вы думаете по этому поводу, согласны ли вы с моей точки зрения, за кого вы попались, ну и надеюсь, что вам были полезны эти советы, можете написать, возможно, какие-то свои наблюдения, свои советы, написать, согласны ли вы с моей точки зрения, не согласны. Обязательно поддержите видос лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну, у меня, друзья, на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok